Играет музыка Короче говоря тут полно уборщиков Этих непонятных которые стремятся Всеми правдами и неправдами Пристрелить Макса По нашу душу сюда пришли Ну да ладно Ничего у них не получится Разберитесь с ним Тихо Ох сколько у вас тут Ой Тут даже скорее Ой блин сколько снесло Я думаю она подальше влетела Скорее не замедление времени Вот это вот а какой-то такой типа рейдж режим Макс в нем стреляет быстрее Враги станут чуть помедленнее Но при этом стандартно Такое замедление тоже осталось Что приятно оно С другой стороны печально конечно Потому что игра слегка стала попроще Но короче говоря вот эти прыжки Они вообще не отнимают шкалу Замедления То есть Если раньше за счет этого мы жили И старались вообще держать Шкалу заполненной И то теперь не обязательно Так что Такие вот дела Так мы идем наверх Потому что местный бомж Один сказал что Лучший выход из этого здания Это через крышу А уж бомжи то Знают Что в их Дамаг где да как Так ух ты Подожди мы только за этим сюда ходили Я похоже только что зафейлился Когда говорил что мы идем наверх Похоже мы идем вниз тогда Ну ладно вниз так вниз Значит бомж нам наврал В предыдущей серии Или просто ошибся Как бы там ни было Идем вниз Здесь прошла Мона Оставив за собой след Из мертвых уборщиков Хорошо Мона умеет Кто нибудь вызовите кого нибудь Позвоните пожарным На помощь Это опять ты Спасибо Я отходил Тут то и пойдет веселье Небось Я тоже служил в полиции Как и ты Ладно Иди за мной Бомж с двумя билетами Это конечно круто Да я был копом Это сгубило мой брак Жена постоянно боялась Что со мной что нибудь случится Бывает Ну короче я надрывался Она меня бросила Печально Ну я начал закладывать за воротник А кто бы не начал Действительно Че дальше с тобой Меня уволили за пьянство Спустили на меня отдел внутренних расследований Привет Привет Откройте дверь Ублюдки чертовы Здесь люди Во всем виновата система Толпа Сукины дети заперли дверь Ты пришел меня спасти? Что то вроде того Надо выбираться отсюда Если потушишь пламя То сможешь вылезти через окно на третьем этаже Девушку иногда приходится постоять на себя Ты тоже со мной что ли? Оооо нифига себе Меня зовут Вайл Вайл Милая Я твой мужчина Держи карман шире Алкаш Ты должен вытащить меня отсюда Тебе рекомендую Эй Я с красавчиком разговариваю Ладно пойдемте Хорошая компашка собралась Бомж-проститутка И бывший полицейский Хотя уже не бывший Все Ушел Эх Ары в спину стрелять Что творишь то? Так Нам нужно Выключить пламя на третьем этаже Газовый вентиль был в подсобке А паренька я так понимаю уже пришили здесь Или нет Или это не то место Да Это не то место Я выключил газ И пожар на третьем этаже Больше не помеха Отлично Очень много аптечек в этой части Так Все Теперь нам нужно подняться обратно на третий этаж И где-то там Короче где мы бомжа-обставители Подожди а где Вайлет? Ты что бросил что-то? Блин Успевают снести жизнь Вайлет Так тебя в первой самой перестрелке убили Амбедолага Ну ладно Жесть такая видимо Жесть штука такая Так Пойдем со мной Бывший коп Это печально на мой взгляд Вы про это окно говорили? Да От квартиры ничего не осталось Блин Я думал сюда спрыгнуть надо Ладно Так Подожди А ну да Все нормально Я подумал Газ не выключил То есть Не сохранился После того как газ выключил А вроде как Все в порядке Так Идешь со мной Нет? Не отставай А то постигнет тебя Участивая Али Ну тут ты наверное Не сможешь идти Да? Или сможешь Так Ты еще живой что ли? Готов Смотри хорошо стреляет Но со мной похоже Не пойдет Да Вон только руки Торчат с пистолетами Но ничего Зато будет Хорошее прикрытие Музыка кстати С первой части Так Тихо Тихо-тихо-тихо Вы там пока разбирайтесь А мы Тем временем Будем пробираться Что ли Пошел Берут got to be Пошел Танц А Давай Вkind БЫБЫБЫБЫБЫБЫБЫБЫБЫБЫБЫБЫБЫБЫБЫБЫБЫБЫЕF Тихо Тихо Подожди, меня туда прыгаешь, что ли? Ой, не люблю прыжковые упражнения Так, аккуратно Ой-ой-ой-ой-ой Ой Ох, сколько у вас, ёлы-палы Братская могила натурально Ну шо ж, это было круто Штурмовали твою квартиру? Ты бы ещё в яслях погром устроил Что дальше будет? Набрал охапку стволов Одурел от компьютерных игр И устроил, понимаешь, тир на дому Что вообще творится? Он имел в виду со мной Забот у меня хватало Уборщики на хвосте, да и Мона Владимир Лем сказал, что за убийствами Главарь бандитов Винсент Ганьите Он в сговоре с кем-то ещё Может с уборщиками Не знаю, что-то не сходится Если так, я теперь у Ганьите в списке Я чуть не соврал бравуре Внутренне оправдывался Что хочу первым без помех Изучить улики Но это была просто отговорка Встреча с Моной меня проняла насквозь Пора было это признать Сделалось важнее, чем задание Она меня искала Оставила номер Опасно оставлять номер в участке Отследи звонок Он окажется из Гонконга Уэндерсон Я дам свой адрес Только хвоста не приведи Макс, что происходит? В смысле? Не делай глупостей Мона жила в старом павильоне ужасов Его построили по какому-то телесериалу 90-х И забыли сразу после окончания сериала Но сериал-то еще идет, насколько мы видим Так В убежище Моны Да, это явно Сэм Лейк На фотографии С другой прической Но это именно та внешность Макс Пейна из первой части Я чувствовал, что это ловушка Я чувствовал себя виноватым Боялся, что меня поймают Что-то там было такое Что-то там было такое Ну нифига себе Прикол у вас, ребятки Прям таки хоррор Прям таки хоррор Нормально Так Телефон Где он? Джор Среди Вон гонится за тобой Вон хочет познать тебя Гоня из обрезка Джор Я люблю тебя Не взорвайся Хорошо Натуральный нуар такой Остановите его Вон он Остановите его Ты не служишь Мы найдем тебя Тебе не надо бежать На входной двери не было замка Я удивлялся, почему это место не кишило бродягами и бродячими псами Что ж, ничего удивительного Да уж Местечко что надо Мертвый я мертвый я не знаю, не знаю Смерть грядет, смерть Алистиан Уходи, уходи, уходи Я сделаю тебе Господи Я делаю тебе боль Ты не в своем уме Ты боле Тебе нужно есть таблетки, чтобы вылечиться Ну да По тебе в мозгу опуха Она сводит тебя с ума Мы вынуждены действовать Вещительно Ха-ха-ха Беда Дороги Влад, Влад Гуд такой Ух ہ Гудее Учего Я мертвый я мертвый я не знаю Я не знаю Не знаю Ремеди Есть ремеди Есть ремеди Песня телевизора. Она выкрасила волосы в рыжий. Прошлое не отступает. И ты везде видишь его искажённое отражение, как в перемотанном назад кино. И ненавидишь тех, кто напоминает тебе о прошлом. Хотя это всё только в твоей голове. Да ты же сидит от меня. Я могу туда попасть. Хорошо. Ничего нет такого, что могло бы мне пригодиться. Блин, мне уже нравится эта локация. Понятно, конечно, что с точки зрения здравого смысла в времени с ним всегда были определённые проблемы. Допустим, в заброшенном здании никто бы энергоснабжением вот этой фигни не занимался бы. Но, по крайней мере, в виде игры это, конечно, всё, на мой взгляд, довольно круто. Шиза полнейшая. Это круто, по-моему. Иногда аттракционы становятся бредовым отражением жизни. Если в такой ситуации можно сохранить чувство юмора, считай, тебе повезло. Но мне не везло уже давно. Или само место было не таким уж смешным. Ну да уж. Так, мы сюда. Полный капец. Так, блядь, чё-то... Блядь, этот дым меня освоит с ума. Павильон ужасов. Это туннель страха. Один ужас за другим. И выбор один. Пан либо пропал. Он заставляет тебя задуматься о свободе воли. Неужели всё уже выбрано за нас? Офигенно. Капец. Эпилептики, закрыли глаза все быстро. Побега нет. Я попал за декорацией. Конец пути был всё ближе и ближе. Так, хорошо. Я первый раз встретился с Моной, и её сестра-близнец была убита. Это, наверное, похоже на безумие. На шизофрению наоборот. Когда твоё второе я внезапно заволкает. Мы оба потеряли своих близких. У Макса странная походка. То есть, не походка даже. Манера бегать. Ноги задирает, как какой-то, я не знаю. А вот её квартира, похоже. Ой, там уже мелодийный лорд. Где? Ты куда-то собрался, мой младший брат. Боже мой, Джек, в чём дело? Почему ты таишься здесь, в темноте? Ты что, ты что, следил за мной? Это неподавающий поступок для лорда. Вовсе нет, если я слежу не за лордом. Но мы сейчас говорим не о моих поступках. Куда ты направляешься в этот непристойный час? Кто-то подбит тебя на столь низкий поступок. Мама? Не впутывай сюда наших родителей. Папа, уважаемый судья, красный девчонок, почти уже отправился от болезни. И тут весь о твоей связи с этой девчонкой. Подумай только, дочь пирата отняла у него последнюю силу. Какой здоровый. Папа, из-за тебя вот-вот умрёт. И тогда я стану главой семьи. Учти, встречи с этой девчонкой не доведут тебя до добра. Ты угрожаешь мне? И тут Сэм Лэйк. Я вижу тебя средства, Валентин. Это ещё не всё. Доброй ночи, брат. Это ещё не всё, брат. И это ещё не всё. Очередная серия закончилась. Сломаем монетелевизор, чтобы эту ерунду не смотрел. От телевизора, как мы знаем, мозги пухнут. Поэтому побережем её. Тут она выбивала дерьмо из груши. Кидала ножики. Серьёзная девка. Да дрэгон. Качала. Сколько тут, интересно. Не поймёшь. Знаешь что, Мона, певица ты никудышная. Ты изменила тактику. Нам надо поговорить. Дай полотенце, а. Раз уж ты здесь, можешь прикрыть мне спину, пока я одеваюсь. Всё, что она мне рассказала, это что нас кто-то хочет убить. Судя по её поведению, в опасности был только я один. Нет уж, расскажи мне всё. Внутренний круг. И что? Тайное общество убирает всех, кто знает о его существовании. Да ладно, брось. Где доказательства? Я знаю одного человека оттуда. Он готов говорить. Альфред Уоден? Нет. В любом случае, я могу отвезти тебя к нему. Отлично. Мома в этой части, конечно. Моё почтение. История Круга восходит к древним масонским обществам. Они способны убить или купить кого угодно, хоть самого президента. А я-то думал, что теория мирового заговора вышла из моды. Мы на месте. И они тоже. Нет уж, оружие буду применять только я. Какой этаж? Они пришли за ним. Лифты управляются с помощью ключей от квартир и с этого пульта. Они отключили почти все этажи, на которых находятся. Охрана включила сигнализацию, прежде чем их убили. Надо действовать быстро. Может, просто подождём полицию? На, держи. Нам нужно быть на связи. Ты управляй отсюда лифтом, а я пойду... Я иду наверх. Смотри, ты мужчина. И Макс такой. Да, я такой. Такая походка была. Так. Кстати, а как ты выжила? Я видел, как пуля попала тебе в голову. Может, она там и осталась? Помогает мне думать. Чтобы это сработало, я должен был ей довериться. Ладно, за работу. Уборщики впереди и слева охраняют дверь Коркоровна, в другом конце зала. Впереди и слева. И спрашивает, тебе или ко мне? А я спокоен. Ты что, не врубаешься? Мы тут... Да уйдём! Ой! Они убираются и в других квартирах. Коркорен сказал, что другие члены благо живут в этом доме. Чё-то вы, ребят, тут капитально следили, надо отметить. На улице дождь. Ну, вот я могу заметить, что игра стала куда менее хардкорной по сравнению с первой частью, но при этом куда более кинематографичной. То есть, по постановке возросла просто капитально. И это, на мой взгляд, прекрасно. Но чисто стрелять в первой части... Ну, экшен был куда более зубодробительный. Не могу сказать, что интереснее. Я нашёл тело. Худой парень в костюме. Это не Коркорен. Он человек крупный. Я на балконе. Короче говоря, это по-своему шикарно. Так, ладно. На балконе, так на балконе. Тихо. Всё? Ну, ещё кто? Вроде всё. Отлично. Я на месте. Немного осмотрюсь. Прекрасные квартиры. Надо отметить. Кресло, как у меня. Только у меня круче. Так, хорошо. Здесь ничего. Посмотрю наверху. Посмотрю. Иду наверх. Не должно остаться ни единой бумажки. Ни единой фотографии. Как будто ничего и не было. Куда ты полетел, мать твою? Тихо. Отлично. Не знаю, в этой части стало попроще воевать. Это вот я вам точно говорю. Не так, чтобы слишком уж, но, как вы видели, вот, если бы я это сделал в предыдущей части, особенно под конец, то я бы где-то вот на первом прыжке получил бы пуль 6 в голову и лежал бы уже тут трупом. А здесь как-то, как видите, просто я раскидал народ со страшной силой. Хорошо. Ну, как обычно, начинается с малого. Я думаю, там дальше опять будут какие-нибудь заговоры всемирного масштаба, как и в первой части. Потому что там мы тоже начинали с каких-то мелких сошек мафиозных, а заканчивали капитально уж борьбой с мегакорпорацией. Не знаю, я вообще сюжет не помню, что там будет. Но думаю, что в этом плане игра не разочарует. Так, сохранимся. А птичек дофига дают. Мы опоздали, он уже мертв. Пора осматриваться. Уходи от тебя. Уборщики идут к тебе из вестибеля. Я не мог уйти, не прихватив ни единой улики. На снимке группа мужчин на фоне особняка. Там был Каркаран, там был сенатор Гейт. И Альфред Уоден тоже. Все оказалось правдой. Здесь действительно был замешан внутренний круг. Хорошо. Был так был. Так, ну и что, давайте-ка мы на этом завершать будем эту серию. Могу сказать, что просто прекрасно, на мой взгляд, все так, как нам уже, по-моему, идут. Как бы там ни было, короче говоря, увидимся в следующей серии. Я очень рад, что я прохожу эту игру. Потому что эта игра, это, по-моему, какая-то прелесть просто. Ну, шедевр. Это уже общепризнанный шедевр, так что, чему тут удивляться. Как бы там ни было, увидимся в следующей серии. Завтра с вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова